Сибирь Полпред участвовал в ударной комсомольской стройке. За плечами омского губернатора четыре целины в бойцовке отряда «Прометей». Руководители штабов имели возможность задать гостям вопросы и обсудить актуальные темы и перспективы. А в завершении панельной дискуссии комиссар Центрального штаба российских студенческих отрядов Мария Корнилова пригласила Сергея Миняйла и Александра Буркова разделить со всеми студотрядовцами страны и их праздник. И вручила им пригласительные билеты на всероссийский слет студенческих отрядов, который пройдет в Государственном Кремлевском дворце с 25 по 28 октября. Он будет посвящен 60-летию движения студенческих отрядов Российской Федерации. В событии примут участие 6 тысяч лучших бойцов со всей страны. В течение трех дней молодые люди посещали лекции, тренинги и семинары, которые направлены на повышение уровня компетенции студентов и руководителей штабов студенческих отрядов образовательных организаций. Различные тренинги по коммуникации, управление, проектный менеджмент, охрана труда, потому что считаем в нашей организации это очень важно и нужно тщательнее относиться к этому вопросу, именно охрана труда в нашей организации. У нас чуть больше 20 человек, мы приехали в такую большую делегацию с Алтайского края, приехали на школу, чтобы обучаться, получить новые знания, обменяться опытами с ребятами из других регионов, ну и конечно же посмотреть на город Омск и на отряды города. Естественно, так как я вожатый, то я могу поделиться знаниями вожатского мастерства какого-то, могу что-то узнать от проводников, от строителей, от сервиса, то есть все зависит от направления, естественно. Сегодня у нас тема вовлечения, о том, как вовлекать в свою деятельность новых ребят, какие современные тренды, на что стоит акцентировать внимание, где и как, соответственно, с ребятами разговаривать, чтобы они активно включались в работу. На школе командного состава, прежде всего, я хочу научиться дальше продолжать коммуницировать свои дни, то есть раскрыть себе какие-то навыки, которые мне продолжат в дальнейшем, сотрудничать уже не с трейдовыми бойцами, а с комсоставами данных бойцов. То есть я лично считаю, руководить просто бойцами достаточно легко, а вот уже руководить руководящими оргами, это достаточно сложно, и поэтому на УШК я планирую этому научиться. Масштабный проект реализуется на средства президентского гранта. По итогам школы участники прошли обязательную аттестацию и получили сертификаты об обучении. Субтитры создавал DimaTorzok